Террамобил дарит вам возможность купить автомобиль Рено по очень выгодной цене. Рустам Хасанов вынужден передвигаться на костылях уже больше года. Мужчина получил производственную травму, находясь на работе в Нефтекамске. На него свалилась труба отопления, которую он монтировал. Сразу после происшествия работодатель попытался выставить все это в ином свете. Говорили, что я вообще вам взял с крыши и упал, чтобы скрыть. Искать правду Рустаму Хасанову помогли его супруга, адвокаты, сотрудники Следственного комитета. Последние нашли ключевых свидетелей происшествия. Появились свидетели. Потом начали давать правдивые показания. Ведомственная охрана, которая там. Потом все вот эти вышки. Ну, в общем, все, что можно было сделать, следователь, день и ночь. Прямо с нами до конца. Благодаря общим усилиям Рустаму Хасанову удалось добиться выплаты морального вреда, а также оплаты лечения. Сегодня супружеская пара пришла в Следственный комитет, чтобы отметить заслуги сотрудника, который ввел их дело. Он нашел тех людей, которые действительно видели в тот момент падения. Это вот такие мамочки, да, две женщины. Со словами благодарности на прием к исполняющему обязанности начальника Следственного управления Следственного комитета пришли немногие. Куда чаще люди озвучивали свои проблемы. К примеру, дольщики компании «Интеграл» очень надеются, что следователи помогут найти средства на завершение строительства их домов. Ведь буквально на этой неделе Следственное управление уже помогло взыскать с директора фирмы деньги на погашение долгов по зарплате рабочих. Должны были уже получить ключи в конце декабря 2015 года. Но сегодня у нас в декабре 2017 года мы все еще квартиры не получили и дом еще не сдан, потому что нет теплотрассы, потому что нет газового снабжения. В общем, еще коммуникации не подведены. Это кажется в 28-м. Людям задолженность по зарплате полностью выплачена, потому что могли на Змеева, извините, закрыть за решетку. Он выплатил. Почему на строительство наших домов нет средств? Всего же на прием пришли примерно 20 человек. Около трети из них – это люди, которые видятся с сотрудниками правоохранительных органов регулярно. Их дела длятся не первый год и зачастую передаются из инстанции в инстанцию. Поэтому подобные визиты высокопоставленных сотрудников СК – для них шанс сдвинуть дело. Получится ли это, станет ясно после того, как будут составлены письменные ответы по факту каждого из обращений. Лариса Миронова, Азад Давлечин, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова